Мы с оператором вылетели в затерянный горный кишлочок. Его только-только правительственные войска отбили у большой банды, промышлявшей в этом районе. Бандиты перед тем, как уйти, перерезали там всех от мала до велика и заминировали все, что можно. Правительственное подразделение сразу же на подходах потеряло троих, подорвались на минах. Мы высадились из вертушки и тут же получили строгие инструкции. Ходить четко за сопровождающим. Шаг влево, шаг вправо и здравствуй, мина! Идем гуськом по безопасной тропинке, след в след за солдатами. Останавливаемся, периодически снимаем. Кишлочок маленький, аккуратный, вокруг синие горы, маленькие домики, густая трава и яблони. Громадные, гряжистые ветки в больших плодах, необыкновенно красивых, зеленых, с красными боками. Но ощущения неприятные. Сквозь ароматы трав пробивается сладковатый запашок. То ли яблоки гниют, то ли что-то похуже. На нас из домов, кажется, смотрят. Шепчет мне на ухо оператор. Окна черные, мертвые. Возвращаемся назад. И тут вижу рядом с тропинкой в траве фотографию в рамке. Могу дотянуться и поднимаю. Сопровождающие орут. Куда? Мины! Извиняюсь. Очищаю фотографию от травы и грязи. Девчушка лет четырех. Хорошенькая, большеглазая, с ямочками. Стараюсь не думать, что сейчас с малышкой. В кишлаке живых не осталось. Потом записываем интервью с командиром. Он жалуется. Так ни одного яблока и не попробовали. В траве и противопехотные, и разрывные, и просто растяжки. Целый арсенал. К деревьям не подобраться. Начинает темнеть. И нас определяют на ночлег в лагере, что чуть ниже кишлака, в метрах в двухстах. Меня в палатку с медсестрой, оператора в соседнюю. Предупреждают огня ночью не зажигать ни в коем случае, даже фонариком. По склонам ходят банды, могут обстрелять. Долго не могу заснуть. Холодно. Гляжу, слушая шум реки. Она недалеко от кишлака. И тут начинаются пробиваться какие-то непонятные звуки. То ли стоны, то ли схлипы. Потом они складываются в мелодию. Ливкий женский голос поет тягучую, унылую песню. Каждая фраза заканчивается с хлипом. Вскакиваю. Начинаю будить медсестру, но она, кажется, и так не спит. Слушай, в кишлаке что-то есть, женщина. Она же сейчас на мини подорвется. Медсестру трясет. Она хватает меня за локоть. Ты что, не понимаешь? Живых там нет. Не уходи. Но я нащупываю выход из палатки, расстегиваю его. И понимаю, что никуда действительно не пойду. Над кишлаком почти полная луна. Все залито серебристым мертвенным светом. Как на гравюре белеют домики. Черными силуэтами выделяются яблони. Именно оттуда доносится пение. Громче и громче. Рядом с нашей палаткой на корточках сидит часовой. Он зажал уши руками. Мерно раскачивается. И громким шепотом читает молитву. Возле него валяется автомат. Медсестра затаскивает меня в палатку. И судорожно задраивает ее. Объясняет. Мы неделю здесь. И как стемнеет, начинается. В первую ночь двое ушли. Тоже решили, что кто-то в кишлак вернулся. Один подорвался на мине. Другой просто пропал. Если в ближайшее время не сменят, все с ума сойдем. Прошу перевести слова песни. Она соглашается. Деточки мои, вы далеко ходили. Вы очень устали. Где бы вы ни были, возвращайтесь ко мне. Я уложу вас спать. Такая вот старинная таджикская колыбельная. Медсестра тихонько плачет. И я, чтобы не прислушиваться к жуткому пению, начинаю рассказывать ей, что нашел в траве фотографию девчушки. И решил не оставлять ее там на обочине. Даже вытаскиваю фотографию из рюкзака. Хотя что там в темноте увидишь? Слушай, оставь ее мне, предлагает медсестра. Мы тут из камней что-то вроде памятника делаем. Там ее и укрепим. Я зачем-то прошу. Только осторожней с ней, ладно? И передаю фотографию. Песня наконец затихает, и я неизменно засыпаю. Утром меня расталкивает медсестра. Что это? Кричит она. Выбираюсь из-под одеяла и вижу. На моем рюкзаке большое красное яблоко. И маленькая куколка. Такие делают дети в кишлаках. Из двух пучков соломы. Голова, ручки и юбочка. Прилетает вертолет, и мы быстро грузимся в него. Не успев ни с кем фактически попрощаться. Куколку и яблоко я успеваю засунуть в рюкзак. Яблоко съедает в вертолете совершенно оголодавший оператор. А куклу я привожу домой. Куклу я нашел у себя в столе года через четыре. Когда покидал Таджикистан. Солома уже практически рассыпалась в пыль. Но еще сохранила запахи горных трав.